Всем привет! И сегодня такое необычное видео для моего канала, потому что здесь у меня находятся баскетбольные кроссовки. Можно сказать, что они продолжение или завершение такой коллаборации с Marvel. Возможно, до этого вы увидели то, что также выходили баскетбольные кроссовки, посвященные супергероям. Вот они все перед вами. Ну и вот еще одна новенькая пара под названием Don Issue. Это первая именная модель этого баскетболиста и, конечно же, она является самой дешевой. Цена ее сейчас 7000 рублей и вы можете спокойно купить ее во многих магазинах. В Adidas, к примеру, если у вас карта Universe, то вообще с хорошей скидкой. Также на LaMode и еще много-много где. Ссылочку, если что, оставлю в описании. Почему мне интересна эта баскетбольная модель? Ну, хотя бы потому, что я очень сильно люблю Спайдермена как супергероя. И, конечно же, сегодня мы поговорим, почему модель выглядит именно так, какие будут будущие расцветки, почему этот баскетболист Донован Митчелл именно Человек-паук как бы сделал коллаборацию. Обо всем поподробнее, но чуть позже. Давайте рассмотрим саму коробочку, такую интересную, разноцветную, поближе. Не могу сказать вам точно, как на других коллаборациях выглядела такая упаковка, но здесь она выглядит очень классно. Сразу же я и не замечаю. Возможно, Человека-паука даже и нету на коробке, но он есть внутри самой коробки. Да, с внешней стороны никакого паука вы не найдете. Здесь у нас такая выпуклая эмблема Adidas и также выпуклая эмблема Marvel. Также она есть сбоку и, к сожалению, пара мне пришла без бумажки внутри, но сразу же знайте, там она также перфорирована логотипами двух этих брендов. Ну и, конечно же, давайте со всего по порядку. Почему Человек-паук и Донован Митчелл? Ну, его называют на баскетбольной площадке Spider. Отсюда, конечно же, и пошло продолжение такой коллаборации с Человеком-пауком. Почему модель называется Don Issue 1? Во-первых, его имя Донован, сокращенно Дон. Ну и, конечно же, у него есть своя мантра. Determination over negativity. Лучший английский язык в моем исполнении. И также давайте сразу же пройдемся по деталям в виде вот такого вот логотипа. Вроде бы как Человека-паука, но на самом деле это логотип Донована. И далее продолжим уже больше по технологиям, из чего состоит кроссовок. Если вы баскетболист и вы думаете, покупать эту пару или нет, ну, во-первых, я могу сказать только то, что она очень недорогая. Тем более, ее можно взять с какой-нибудь скидкой, если у вас есть карта Universal. Ну, а во-вторых, чего-то дельного я вам не скажу. Я в баскетбол не играю, играть не умею и вообще не могу ничего сказать в плане того, что подойдет она вам для игры. Я буду говорить свое мнение в плане обычного человека. То есть, фиксировать свои ощущения, что я испытываю, когда одеваю их на ногу. Возможно, вам это чем-то поможет. Это первая из четырех расцветок Человека-паука. Дальше будут еще три. Они также посвящены паукам, но немного другим. К примеру, точно могу сказать то, что одна из них будет посвящена Железному Человеку-пауку. И следующие уже точно не знаю. Сразу же у нас здесь встречается такая боковая поддержка вашей стопы. Выполнена с таким начертанием, похожим на паутину. Я уже вам показал на язычке. У нас также логотип стилизованный под Человека-паука. Но на самом деле это логотип Донована. И что мне нравится, внутри вот так вот прошита паутинка. Это, конечно же, видно и спереди, но так в глаза не бросается. А с обратной стороны выглядит просто шикарно. Не отходя далеко от язычка, сразу же скажу вам то, что он здесь фиксируется вот такими резинками с обеих сторон. Возможно, это будет помогать вам во время игры, чтобы он не съезжал никуда в бок. Модель выполнена очень низкой. И сзади вот такая вот огромная просто подушка, которая держит вашу пятку. Ну и также стакан. Вверх у нас сетчатый, с такой вот обработочкой, чтобы ваши пальцы там нигде никуда не летали. Также двойного цвета у нас подмёточка. Сама технология подошвы это баунс. Решать уже вам, нравится вам такая подошва или нет. Но, как по мне, она вполне комфортная. Снизу у нас находятся три полоски. И также в разные стороны у нас сделан протектор на резине. То есть, вы видите, он выполнен такой ёлочкой. Ну и, конечно же, раз у нас внизу три полоски, то они находятся на внутренней части кроссовка. Также выполнены в стиле Человека-паука, такой как будто набросанной паутиной. Также у нас какая-то белая спаечка сзади находится. И, как обычно, никакого рефлектива. Как вы знаете, у Канье был скандал, когда он начал говорить про баскетбольные изи-бусты. У него там есть рефлектив, а с рефлективом нельзя появляться на баскетбольной площадке. Так что здесь вы ничего этого не найдёте. И давайте вернёмся ещё, почему ИСЮ номер один. Здесь также можно сказать то, что это отсылка к комиксам. ИСЮ номер один. ИСЮ номер один. Всё, в общем-то, неплохо складывается. Такая вот коллаборация именно с Marvel даёт о себе знать. Также, конечно, шнурочки у нас выполнены в таком же цвете Человека-паука. Да и вообще модель очень неплохо, как для меня выглядит. То есть, как для человека, который любит именно этого супергероя. Внутри у нас также приклеенная стелечка, которую я специально для этого случайно оторвал. Здесь у нас брендинг Adidas Marvel, Marvel. Ну и это, в принципе, обычная стелечка Adidas, которая прорезинена внизу. Также внизу у нас лежит такой немного мягкий материал. То есть, это не обычная бумага или картон, а также смягчающая небольшая штучка. Также, это не единственное, что бросается в глаза. Для меня это неизвестные числа. И если вы знаете, что это, то напишите, пожалуйста. Во-первых, 36,5-40,5. Что это значит? Я не знаю никаких этих отсылок. Здесь у нас есть какие-то непонятные точечки. Также эти точечки у нас имеют место на носке. Ну и здесь, в принципе, несложно. Есть тоже такая вот надпись No Limits. Здесь более-менее все понятно. А также еще брендинг у нас на носовой части кроссовка. И давайте теперь посмотрим, что же у нас есть снизу. Здесь у нас также что-то не очень понятное. И, конечно же, есть еще в середине кроссовка. И чуть ниже к пятке. Что ж, надеюсь, вы поняли вообще, из чего состоит этот кроссовок. И давайте расскажу. Я походил по дому в них примерно минут 40. Какие вообще ощущения? Лайфстайл модель никак нет. Она для этого не подойдет. Как по мне, они слишком сжимают ногу. Скорее всего, для баскетбола это хорошо. Потому что ваша нога никуда не ездит. И очень плотно зафиксирована в этом кроссовке. Но если просто вот так вот ходить по городу, гулять. Я думаю, что это вам максимально не подойдет. Потому что они прям очень хорошо схватывают вашу стопу. Если говорить про цепкость, то да. Они очень цепкие. И, скорее всего, это именно из-за протектора, который расположен так вот в разные стороны. То есть это называют елочкой. Большимерят ли они? Нет. По-моему, они идут как раз размер в размер. Ну и, конечно, если вы тоже просто поклонник такого супергероя, как Человек-паук. И вам нравится все, что про него снимают. И комиксы. Не знаю, как это все продолжить. То можете просто купить и положить ее к себе в коллекцию. Иногда изредка радовать глаз, когда вам грустно достаете ее. Такого прикольный Человек-паук. Я лично так и сделаю. Оставлю ее и, когда будет скучно и грустно, буду доставать ее и смотреть. Ну а если вы баскетболист, играете на улице или в помещении, и у вас уже есть эта модель, или вы ее просто мерили, то пишите развернутый отзыв в комментарии. Я думаю, то, что многим людям это поможет. Я его специально закреплю. Чтобы люди понимали, которые уже шарят и играют в этом, стоит ли их покупать или нет. Мое мнение, почему бы и нет. Цена всего 7000 рублей, а пробовать их как-никак точно стоит. Ну и, конечно же, по традиции, обзор на ноге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вам это будет нравиться, то, возможно, будем оценивать ваши луки. Все, в общем-то, со временем придумаем. Так что нажимай колокольчик и подписывайся на мой инстаграм, потому что там я буду тизерить эти стримы. Это было все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok